Всем привет, друзья! С вами компания 3D Tool, меня зовут Максим. В самом начале года на новогодних праздниках у нас выходил кратенький обзор обновленного Createbot D600 Pro 2. За два месяца через наши руки прошло уже какое-то количество обновленных устройств, и мы хотели бы показать вам более подробный обзор на этот большой 3D принтер, а также рассмотреть одно из применений 3D-печати. Как бы не в контексте именно D600 Pro, понятное дело, что для создания художки, которой мы сегодня собственно и займемся, а именно напечатаем картину, этот принтер используют в последнюю очередь. Будем рассматривать его в контексте самого процесса и возможности больших платформ. Стоп! А эту картину мы разыграем в нашем телеграм-канале, все подробности будут по ссылкам в описании. Будет довольно прикольное дополнение к вашему интерьеру, например. Начинаем! Что ж, D600 Pro 2 является усовершенствованной версией флагманского D600 Pro от Createbot. Помимо переработанного дизайна, который легко читается во всей линейке принтеров, вторая серия получила ряд обновлений. Это и дисплей, который стал 7-дюймовым с обновленным пользовательским интерфейсом в сравнении с предыдущими моделями, экран больше, интуитивно понятнее и имеет гораздо более приятные цвета. По-прежнему присутствует кнопка аварийного выключения. Не знаю, насколько часто ей пользуются люди, но наличие этой кнопки все-таки лично меня как-никак успокаивает, ведь когда что-то пошло не так, всегда можно применить секретный прием. У дисплея располагается, собственно, кнопка включения-выключения, индикаторы работы и разъем для USB накопителя. Верхняя крышка оснащена обновленными газлифтами. Многие любят сравнивать 3D принтеры с автомобилями, особенно с Lada, из-за плюс-минус схожей цены на некоторые модели. Хотя на сегодняшний день даже не знаю, что там с ценами на Lada. Так вот, на автовазе, кстати, до сих пор не ставят газлифты для открывания капота. А в крятбот ставят. Поднимаем. Здесь у нас кочерга. Вот она. Ого! Помимо удобства доступа к механике и экструдеру, это нам пригодится еще для печати филаментом из PLA для дополнительного охлаждения моделей и холодной зоны экструдера. Принтер имеет встроенную веб-камеру. Вкупе с мобильным приложением позволяет в режиме реального времени удаленно контролировать процесс 3D-печати, включая изменение скорости и температуры, остановку или отмену печати. В отличие от предыдущей версии D600 Pro, отсек для загрузки филамента находится с правой стороны. В предыдущей версии он был размещен сзади принтера, и это вызывало неудобства. Принтер габаритный и, грубо говоря, к стеночке его вплотную не поставишь. В самом отсеке с катушками установлен блок подогрева, что позволяет защищать пруток от влаги и просушивать его, подогревая до 70 градусов Цельсия. Температура внутри камеры регулируется с помощью вынесения на корпус панели управления. Отсек для электроники расположен в задней части принтера. Все находится в одном месте для более удобного доступа и обслуживания. Материнская плата на основе STM32 с армархитектурой. Одна микросхема является силовой, вторая — управляющей. Снизу справа — черный нагреватель для камеры принтера. В блоке питания, который идет на подогрев, установлен предохранитель. Встроенный воздушный ХП-фильтр улавливает мелкие частицы пластика в камере при печати, можно спокойно печатать АБС-пластиком без запаха. Два разъема питания — один на общее энергопотребление и второй исключительно для печек. Какие функции в этом принтере вообще есть? Это возобновление печати после отключения питания, датчик наличия филамента, автоматическая калибровка, автоматическое отключение питания по завершению печати, аварийное отключение, реализованное кнопкой на лицевой панели, удаленная передача файлов при помощи Wi-Fi-модуля, встроенная камера. D600 Pro 2, как мы уже рассказывали в нашем недавнем видео, довольно много трудится на промышленных предприятиях в режиме постоянной работы. Он, собственно говоря, на это и рассчитан. А для выполнения практически любых инженерных задач оснащаются двумя экструдерами с автоматическим переключением сервоприводом и максимальной рабочей температурой до 420 градусов Цельсия, что позволяет использовать для печати широкий спектр филаментов, включая композитные и тугоплавкие материалы. Благодаря второму экструдеру возможна 3D-печать с растворимыми опорными структурами, а также печать двумя цветами. Рассмотрим обновленные экструдеры, а для этого немного их разберем. Ближе к экструдеру находятся охлаждающие вентиляторы термобарьера, ближе к нам под наклоном вентиляторы для охлаждения модели. Над вентиляторами стоят шаговые двигатели NIMA-17 для подачи пластика. В задней части выдвигается датчик для калибровки стола. Дополнительно для работы с высокотемпературными филаментами принтер оснащен подогревом рабочей камеры до 70 градусов. Это решение предотвратить деформацию и усадку большинства материалов инженерного класса. Более того, принтер позволяет выполнить проекты по габаритной и мелкосерийной печати, обладая внушительной рабочей областью, которая составляет при печати одним экструдером 600 мм по всем осям, а при печати двумя экструдерами 540 на 600 на 600. Платформа для печати. Магнитная быстросъемная платформа с полиэфирамидным покрытием PEI обладает высокой прочностью и устойчивостью к размагничиванию, даже при температурах выше 120 градусов. Современное PEI покрытие позволяет печатать большинством материалов без использования дополнительных средств для повышения адгезии. Из-за того, что платформа гибкая, отделение готовых изделий любых размеров не составляет труда. Платформа калибруется автоматически, обеспечивая идеально ровный первый слой. Для выставления микрошагом высоты над столом появилась довольно приятная кнопочка Baby Step. Как видите, при ее нажатии мы идеально выставили высоту первого слоя. Рабочая температура платформы до 110 градусов. Линейные направляющие и шаговые двигатели. Производитель пишет у себя, что применяет некую технологию Magic Box. В чем суть этой технологии? По причине того, что объем печатаемой детали может быть достаточно большой, то такие отпечатки могут иметь шероховатости. Неровные слои на верхней части по причине передачи вибрации. Так вот, Magic Box существенно улучшает качество печати по оси Z, обеспечивая гладкую и равномерную поверхность на любой высоте. Я не знаю, какой уж там Magic Box или что, а видимо просто красивое слово. В целом же это не то чтобы какая-то технология, а скорее удачное сочетание хорошей кинематики и подогнанного под нее программного обеспечения для более точного управления движением оси Z. То есть принтер определяет, на какой высоте сейчас идет печать, регулирует скорость печати, ускорение, подачу материала и так далее. То есть это такая больше программная фишка, так скажем. Высокая точность печати достигается благодаря мощной конструкции линейных направляющих. Принтер оснащен модульными направляющими от компании CCM, которые позволяют печатать модели с высокой точностью, в 4-5 раз выше, чем у других принтеров с аналогичным механизмом. По сути, это промышленное решение. На принтер установлены более мощные двигатели. Это сервопривода, разработанные компанией LaySign. Используют технологии управления с обратной связью и в целом обладают отличными характеристиками, позволяющими увеличить скорость, уменьшить выделение тепла, снизить вибрацию и при всем этом еще и снизить энергопотребление. Данная серия движков типоразмера NIMA23 представляет собой интегрированный в шаговый двигатель магнитный энкодер и драйвер, что позволяет решить проблемы с потерями шагов в системах управления шаговыми двигателями с разомкнутым контуром. Итак, давайте отслайсим модельку, которая впоследствии отправится к одному из наших подписчиков. Я напомню, условия конкурса находятся в описании к видео. Берем рельефную модельку вот такого прекрасного Лёва. Для начала уменьшаем ретракты. В мануале у нас указано, что необходимо печатать стопроцентное заполнение. Ну, оно и понятно. Печать слоями по 80 микрон. Первый слой 0,16 мм. Так и делаем. Изменим масштаб модели. Большая платформа нам позволяет печатать, соответственно, большую картину. Запускаем слайсинг. Итак, слайсинг завершен. Я изменил цвет филамента в параметрах. Теперь просто добавим паузу на шестом слое. Правой кнопкой мыши смена цвета на первом экструдере. Дальше у нас идет красный. Потом пауза на девятнадцатом слое. Дальше желтый. Пауза на двадцать третьем слое. И дальше идет белый уже до самого конца. Вот, собственно, вот такой красивый лев у нас получается, дорогие друзья. Запускаем печать. Пауза на двадцать. Субтитры подогнал «Симон» Что ж, друзья, тем временем наша печать завершена, она заняла каких-то чудовищных 80 часов, ну что ж поделать, красота требует жертв. Миша, скажи, что ты такой умный? Ты читай то, что тебе дали, только с выражением и все. Давайте посмотрим на результат. Субтитры подогнал «Симон» Так что милости прошу по ссылкам в описании. На этом у меня все. Всем качественной бесперебойной печати и пока!